Итак, новая посылка, новая посылка, нечто твердое, сейчас попробуем чуть-чуть приподнять, хорошо, нечто твердое, тут же смотрим в скотч, отрезаем, убираем, раскрываем, смотрим, обычно бумажка, и вот в такой коробке, кому не слышно, сделайте громче, и в такой коробке должен быть поляризационный фильтр для объектива, объектива, он подходит для объектива в Nikon, в Canon, диаметра его должен быть 52 мм, Made in China, то есть Китай у нас, и написана какая-то штука, профессионал, оптический фильтр, профессиональный, Ну, сейчас мы, здесь написано фирма Азамай, и 52 мм диаметра, что непосредственно соответствует надписи здесь, как вы видите, 52 мм, ну и допустим на непосредственно моей камере, то же самое видно, написано 52 мм диаметра. Давайте теперь вскроем, коробка довольно плотная, очень плотная, и я думаю, что проблем именно с его транспортировкой не должно было быть. Как бы нам его открыть, давайте мы его откроем, посмотрим. Естественно, он должен быть в твердой какой-то упаковке, обычно это пластиковая коробка. Опа, то есть она еще с той стороны даже была как-то приклеена, а я сила немереная выдернул прям все с концами. Давайте посмотрим, здесь по идее было сделано вот так, как и с этой стороны, то есть я могу сказать, что не вскрывалось. Сделана коробка, естественно, обычным, так сказать, путем, без особых заморочек, но, насколько я вижу, довольно приличная коробочка. Что же у нас там внутри? Мы видим здесь логотип, видим контору, и давайте будем пробовать скрывать-открывать. Ногти людям нужны, в общем, давайте, чтобы не сильно парить мозг, сделаем ход конем, вот такой, да? Надеюсь, он сделался, а здесь уже он открыт. Можно, опять же, где-то откроем, но давайте будем об этом не думать. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть. И я в нашей коробочке. А в нашей коробочке вот так вот элементарно. Я скажу даже, что слишком просто, слишком. И то, что я видел раньше, ну, такое ощущение не очень, почему-то ощущение хорошего качества. Но давайте посмотрим. Значит, здесь у нас обычно какой-то поролончик довольно интересный. Кстати, здесь еще какая-то бумажечка довольно тоненькая, да? И еще точно такой же, насколько я вижу, поролончик. Ну, под ним уже, наверное, ничего нет. Нет, под ним, как вы видите, пакетик для удерживания влаги. Давайте не будем больше. Хотя, может быть, чем черт не шутит, вдруг китайцы подложили туда какую-то... Опять воспользуемся этой штукой и достанем. Значит, да, здесь у нас только пакетик, который мы видим очень часто в своих кроссовках. Или в любой другой какой-то обуви. Обуви. Итак, конечно же, нам коробочка не нужна, но я ее соберу. Собирается она, естественно, опять же, просто. Вот. Но сразу, что хочу сказать. Так, он у нас крутится, фиксируется. Значит, эту коробку будет, я так полагаю, не очень удобно носить с собой. Ну, она довольно крупная, конечно. Было бы интересно, если бы коробочка была вот такая, как у большинства фирм. Ну, давайте все-таки посмотрим. Сумка у меня довольно большая, фотографическая, поэтому, я думаю, должно подойти. Итак, что же мы здесь можем увидеть сразу? Каких-либо погрешностей, каких-либо потертостей я особо не вижу. Ну, никаких, я не вижу здесь, ни царапин, ничего. Значит, здесь, значит, на ощупь, я хочу сказать, вот эти вот резьба, она довольно такая грубая. Да, и это позволяет очень крепко держать и управлять непосредственно колесиком этим. Дальше. Здесь мы что видим на внешней стороне? Значит, мы здесь видим, опять же, надписи на английском языке. Ну, и больше всего меня интересует диаметр 52 миллиметра. Давайте попробуем поставить на полтинник, на обычный 50 миллиметров. В смысле, да, ух ты, прикольно. Здесь у нас тоже вот именно полтинник 1.8, который диаметр соответствует этому, 52 миллиметра. И делается, вот он имеет такую резьбу, и по идее он должен идеально, идеально подойти, я так не помню, в какую сторону он должен крутиться. Конечно же, в эту, так? Ну, и он стал хорошо, как вы видите, затемнение есть, но, безусловно, вот он каким-то фиолетовым отдает даже, я вам хочу сказать. Вот, я вот здесь вижу, я не знаю, вы видите, вот здесь, ну, каким-то фиолетом он отдает. Так, чтобы нам посмотреть, давайте, наверное, мы его переставим не, ну, с полтинника, я в основном-то пользуюсь не полтинником, а в основном пользуюсь, конечно, объективом. Вот этим, 18-55 Некор. И он также у нас 52 миллиметра. А в диаметре вот здесь вот написано, 52 миллиметра. Значит, давайте тоже самое процедуру проведем, попробуем его аккуратненько вставить. Так, так, что хочу заметить, он зашел, но как-то он непонятно. По-моему, я все-таки не по резьбе иду, а вот сейчас, да, сейчас он зашел хорошо и по резьбе. Штука эта крутится замечательно, ну, давайте попробуем, что у нас так. Переходим в ловью и смотрим, давайте попробуем посмотреть, что у нас даст. Даст ли сейчас здесь какой-то эффект этот фильтр. Давайте посмотрим. Ну, да, как вы видите, есть эффект. И это очень хорошо. Чтобы он начал фокусироваться, нужно начать снимать видео. Видео пошло. И, Никон, начинай фокусировку, дорогой мой. Вот, в любом случае, смотрим еще раз, значит, мы видим, да, что изменяется структура. Да, вот в данный момент видно хорошо, что структура меняется. Это значит, что непосредственно этот объектив у нас, надо выключать камеру, выключаем, убираем режим Love You. Значит, этот фильтр у нас рабочий. Как он будет работать, я, скорее всего, отпишусь, сделаю комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok